Лизе 15 и она уже сама зарабатывает у визажиста парикмахера свои клиенты. Мечта девушки очень рано стала реальностью по ее желанию и с поддержкой родителей. Это признак моей самостоятельности, это большой шаг для меня самой. Лучшее вложение в финансы для тебя какое? Наверное, моя мама научила меня наконец-таки копить деньги. И 10% от дохода я откладываю на дальнейшее образование. Я считаю, что понимание вообще пользоваться как деньгами, это должно быть с раннего детства. Потому что человек должен осознанно подходить к этому вопросу. Эксперты уверены, учить финансовой грамотности детей нужно с детского сада, с 4-5 лет. Просто делать это в игровой форме. Лучше в кругу домашних. Ну а позже уже подросткам нельзя запрещать работать. Но многие родители придерживаются совсем иного мнения. И таких, к сожалению, все еще большинство. Он приходит домой, ему мама говорит, слушай, тебе 16 лет, вот ты получишь диплом, и тогда ты можешь работать. А сейчас ты студент, поэтому ничего ты не должен такого делать. У тебя есть мама, которая тебя обеспечивает и так далее. То есть изначально родители некоторые тормозят своих детей. Когда она начала их осознавать, первые заработки, с ней стало гораздо проще ходить по магазинам. И началось такое, что вот она хотела только что это, 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 а потом начала распределять. Нет, вот лучше сегодня куплю только это, а остальное отложу. И как-то оно интуитивно, скажем так, она начала рационально разделять, потому что это свое. И мне кажется, это полезно. Мама говорит, зарабатываешь. Например, на что ты вот эти деньги хотела бы потратить? Большого медведя. Игрушка. У нее очень большая коллекция медведей, от метровых до трехметровых. И вот это у нас... Но ты уже купила себе большого медведя? Учиться этой самой финансовой грамотности Агата, юная модель, уже с большим стажем, начала неосознанно в полтора года. И ей вряд ли понадобятся специальные курсы. Мама позаботилась, чтобы дочка была реализована с юных лет, но другим без них не обойтись. Вы не представляете, какие ребятишки, как они схватывают, как они все понимают. Конечно же, примеры должны быть соответствующие детям. Они все видят, все замечают и нужно с первого класса. Кстати, спецкурсы по финансовой грамотности в этом году планируют ввести во всех школах страны. Алтайский край не исключение. Алтайский институт развития образования подготовил около 3000 преподавателей школ, учителей школ, преподавателей вузов, которые, в свою очередь, ведут курс финансовой грамотности в учебных заведениях края. Сегодня этим курсом охвачено 89% школ, 100% колледжей, 100% высших учебных заведений. Безусловно, введение факультативных занятий в школах – это хорошее направление в сторону повышения финансовой грамотности для детей. Это недоработка еще этого вопроса. Первое, с чем, я думаю, мы столкнемся, это с тем, что школы все-таки не ориентированы на предмет финансовой грамотности как основной предмет. Хотя было бы неплохо, чтобы детки получали оценки по этому предмету. Второй момент – это, естественно, учителя. То есть сами преподаватели, я думаю, так как это факультативные занятия, будут брать вот эти часы, знаете, как в надрыв. И не совсем, наверное, понимая какие-то вопросы, которые интересны на сегодняшний день детям. По мнению Татьяны, обучать нужно и самих педагогов. Впрочем, и другие категории взрослых должны быть финансово грамотными. Об этом говорили на этой неделе в рамках конференции по этой теме. Банкиры, представители бизнеса, социальных структур считают, что учить считать доходы и расходы, а также инвестировать деньги и не попадать на уловки мошенников нужно взрослых в том числе. И делать это можно в любом возрасте. Мамы встают на учет, и они должны проходить курс. И финансовая грамотность, и как общаться с ребенком, и как его воспитывать, и какие установки ему вкладывать в голову, какие ценности в голову вкладывать правильные. Много информации для взрослых сейчас можно найти и в интернете. Есть достаточно книг по финансовой грамотности. Эксперты уверены, курсов платных или бесплатных сейчас множество, но проблема в другом. Я плотно в городе Барнауле три года занималась таким социальным проектом, как финансовая грамотность для взрослых. И мы размещали средства массовой информации, то есть это было абсолютно бесплатно. Но, к сожалению, не затащишь. То есть вот нет такой активности, чтобы люди сами шли и изучали какие-то вопросы, чтобы потом не попадать в долговые ямы. А еще вместо рекламы пива, по мнению экспертов, повсеместно должна быть информация о том, что жить в кредит – не лучшая история. Можно научиться обходиться без займов под огромные проценты. Очень жалею о том, что я поздно это прошла обучение. Вот знала бы я об этом еще в детском саду, как правильно распределять первые деньги. Вот, и поэтому, конечно, Лиза, как первый старший у меня ребенок из четырех, естественно, она не отработала этот навык. Она подхватила с удовольствием, и это я очень рада, что она поняла, что надо откладывать, копить, не только на себяшки различные, но и думать о будущем. Пока россияне далеко не в лидерах по финансовой грамотности среди населения. Но, по данным аналитиков, последние четыре года уровень грамотности вырос на 2%. Так что любой шаг, направленный на обучение – огромный плюс, уверены те, кто разбирается в финансах. Они же рассказали, что инвестировать свои сбережения, а это сейчас тема актуальная и модная, можно лишь, если вы располагаете финансовой подушкой. То есть на отложенные деньги сможете прожить не работая год, а то и полтора. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.